всем привет здравствуйте дамы и господа мы как всегда в гаражах да пойдем в гараж покажем что будем готовить точнее готовить мы сегодня будем бараньи ногу покажем что нам потребуется пойдем покажем начнем по традиции с пиара магазин удачный выбор можете приобрести всякие гаджеты и девайсы для приготовления вкусной еды как дома так и на даче пройдите внизу будет ссылочка от им х видео будет скидка но мы приступим для сегодняшнего блюда нам потребуется баранья нога взять такую ножку очистили от пленок здесь вот жирок немножко остался на это так и должно быть будем ее запекать в гриле долгое время около трех часов поэтому жирок оставляем на гарнир сделаем картошечку ну а так для приправ нам потребуется соль перец конечно же оливковое масло зира кориандр базилик много чеснока две головки почистили лимон острый перец тимьян розмарин морковка молодая и помидоры черри будем запекать должен получиться очень вкусный рецепт ногу мы предварительно помыли как я уже сказал очистили от пленок сейчас сделаем нескольких местах надрезы я думаю даже лучше будет сделать тоненьким ножом чтобы совсем и не разрезать такие надрезы делаем где-то по 3-4 сантиметра так несколько штук сделать со всех сторон надрезы нужны для того чтобы туда поместить чеснок и посмотрю может быть небольшие кусочки морковки порежем на кругляшки тоже поместим все сейчас нашпигуем ногу сначала целые не влезут поэтому как-то на три части на три на четыре части вот такие вот полоски делаем и в каждый наш надрез помещаем чесночок чтоб пропиталась в общем нашпиговываем ногу тоже просится барань надо в принципе как и любое мясо я думаю нашпигованный чесноком очень вкусно получается поэтому чеснока не жалеем здесь еще где-то сделать вдоль кости туда вовнутрь и морковь точно так же у нас молодая еще раз повторюсь вкуснецкая должна быть тоже на какие-то кружочки и в эти во все отверстия куда влезет вот так в произвольном порядке нашпиговали нашу ногу теперь приготовим маринад для ноги готовить будем в ступке для этого будем использовать кориандр чайную ложку базилик сушеный все в одинаковых количествах и зира зиры чуть чуть меньше чайной ложки но без горочки скажем так потому что кто знает приправа сильная достаточно если ее переборщить не так вкусно будет все перетираем ступке запах уже пошел обалденный приправ сюда же огромное количество чеснока больше головки целой потому что мы где-то половину использовали потары приблизительно также его весь сейчас перетираем в однородную массу добавим соль крупных будет лучше соль и одна шестая жмени сегодня на всю ногу просто с крупной солью почему лучше трется вообще чеснок перетирается гораздо лучше ступке теперь туда же добавим острого перца чили сейчас попробую пробовать буду середины небольшое количество потому что думаю что ядреный но средний короче слегка обжигает средний удалим сейчас все семечки с него порежем тоже мелко порежем и здесь же подавим его вот эту часть не буду брать которая ближе кончику потому что она еще острее и сюда же отправляем ступку продолжаем все переминать уже практически до однородной массы запах просто божественно приправ стоит не знаю у кого нет возможности такие рассыпные приправы покупать можно использовать просто там прованские травы допустим продаются уже в пакетах готовые ну готовы вот эти специи набор которых можно их использовать но вкус конечно не тот будет все теперь сюда добавим оливкового масла приблизительно 3-4 столовые ложки все это перемешаем с маслом масло помогает специям также раскрыться ну и консистенция самой обмазки будет такая что и удобно будет намазывать такая вот кажется получилось и добавим сюда сок половина лимона лимон предварительно чуть раскатаем чтоб сок лучше давился жесткий какой-то попался но я посмотрю пополам и сюда же так с 1 косточка попал еще съем удалим все тщательно перемешиваем и вот этой массой будем сейчас натирать ногу приложили ногу в поднос ну или в какую-то посуду которая у вас есть сейчас будем обмазывать вот этой натиркой этим маринадом который мы приготовили просто берем и тщательно намазать вот эти все отверстия которые мы сделали в которые мы запихали чеснок и морковь тоже в них можно всю тщательно обмазываем с двух сторон один раз вы делали баранью ногу кто давно наверно подписан знает видели этот рецепт когда у нас сгорела но будем надеяться сегодня такого не получится сегодня будет хороший результат в отличие от предыдущего так с одной стороны кстати можно сделать небольшие вот насечки совсем не глубокие особенно здесь где жирок есть он подплавлялся равномерно и заодно маринад пройдет туда так буквально чуть-чуть переворачиваем и с другой стороны тоже самое вот так тщательно натерли ногу теперь добавим но это опять по вкусу черного перца свежемолотого я люблю его аромат остринку он придает поэтому с двух сторон так с одной перевернем ножку и с другой стороны тоже самое и в принципе можно еще немножко посолить потому что та соль что была в маринаде я думаю недостаточно опять на вкус и цвет здесь соль по вкусу розмарин с тимьяном мы будем использовать целиком веточками но только не вот такими палками вот обломаем и целиком обложим с двух сторон тоже тимьяна на мой взгляд можно побольше розмарина все-таки поменьше потому что тоже довольно таки сильный от него привкус идет тимьянчик веточка теперь сразу уложим вот этой стороной в фольгу и с другой стороны сделаем то же самое так как изначально запекать будем в фольге расстелили фольгу в три слоя теперь перекладываем аккуратно ногу вот этой так аккуратно короче вот так вот и с этой стороны все то же самое делаем тимьян укладываем прям веточками аромат придаст ноге просто обалденный еще розмарина и пару веточек тимьяна все плотно заворачиваем фольгу и оставим мариноваться приблизительно часа на два а если вы делаете дом и на следующий день можно с вечера так замариновать и оставить ну прям в подносили в купе емкости на ночь от этого вкус будет даже еще лучше еще на фольги потребуется сейчас подмотаем здесь вот эта часть где мясо больше всего более защищенная было так так достаточно все все оставим на пару часов пока она замаринуется и дальше включим нага у нас промариновалась два с половиной часа температура на гриле 190 200 градусов приблизительно мы так и будем 180 200 держать стараться положим ногу сейчас на верхнюю полку сюда и при температуре 180 200 градусов будем держать приблизительно полтора часа час двадцать может быть потом дальше включимся покажем что будем делать прошло у нас 50 минут как нога стоит вот стороны косточки слегка начинает жирок покапывать сейчас ух ты уже не слегка как она давлешь перевернем на другую сторону для равномерной прожарки все-таки снизу температура побольше чем сверху под крышкой поэтому оставляем также минуток на 45-50 и дальше включимся покажем что будем делать прошло в общей сложности два часа как наша нога томилась в фольге в гриле сейчас ее вытаскиваем я думаю что она процентов на 70-80 готова может быть и полностью сейчас развернем ее с фольги аромат какой идет травами чесночком ну вот мясо от кости уже само начало отваливаться это уже признак готовности мы ее единственное подрумянием и картошечку доведем запах просто бомба ребят сейчас перекладываем аккуратно вот этот сок весь который выделился сюда на поддончик выльем мне кажется она уже готова но сейчас все равно доведем подрумянием ее теперь кладем нашу картошку вокруг выкладываем поближе к ноге чтобы она тоже напиталась ароматами вложим морковку прям целиковую с веточками тоже будет такая печеная помидорки наверх я думаю прям на ногу можно пополам какие то выдадут свой сок и также напитают нашу ногу все и картошку немножко присолим и морковь и приперчим потому что у нас пресну помидорки тоже можно чуть чуть слегка и чуть чуть свежемолотого перца нальем немножко водички на дно чтоб не горело буквально грамм сто может быть сто пятьдесят чтоб дно покрыло так достаточно и под крышку гриль на сто шестьдесят сто восемьдесят градусов до готовности картошки не знаю сколько займет времени я предполагаю минут сорок и она будет готова ставим все в гриль центральную комфорку выключили у нас две будут греть добьемся температуры сто шестьдесят сто восемьдесят и как я уже сказал до готовности картошки будем проверять ребят глянули прошло у нас минуток двадцать чуть-чуть начали помидорки где-то у морковок подгорать эти мы решили все-таки нога подрумянилась уже накрыть фольгой сейчас это сверху вода у нас закипела вот ну вот там видно кипение можно посмотреть Дима накроем фольгой все это и все-таки под фольгой сверху чтоб не обгорало будем под фольгой держать наверное еще минут 15-20 и тогда уже дополним готовность проверим как картошка будет готова все накрываем все ребят у нас долгожданный момент прошел час как мы заложили картошку ну вы видели мы апгрейд сделал небольшой тут же фольгой накрывали такая красота кипение нули картошку картошка полностью готова ну чего же говорить о моркови о молодой и вообще она уже вся разваливается с того гляди самый долгожданный момент сейчас немножко остынет будем дегустировать на вид очень красиво на вкус я думаю будет то же самое дегустаторов сегодня нету потому что в будний день снимаем можно потрогать вон морковь прям мягкая вот видно она вся да что ей надо молодая морковка самое главное мясо картошечка тоже вот ножик сразу а мясо у нас три часа провело я думаю что мясо тоже будет обалденно сейчас порежем на кусочки так быстрее остынет и будем дегустировать сейчас помидорки куда-то уберем в сторону печеные помидоры я думаю тоже очень вкусно будет сейчас уже думаю почему я все их не положил у нас большее количество их было ну что видно все кость у меня в руке осталось мясо полностью приготовилось сейчас вот эти травы розмаринчик в сторону ну и порежем покажем на срезе хотя я думаю тут даже нечего показывать тут так все видно сочнейшее мясо полностью пропеченное классно да еще вот такими вот его сделаем тоненькими и будем дегустировать ну все разваливается вот просто нож вставляешь и уже я думаю тут говорить даже не о чем можно вилкой просто накалывать и есть классно ребята заканчиваем наше видео ну что сказать Олег получилось ну вообще классно ребята кто любит баранину попробуйте очень классно особенно когда помидорки такие горячие классные вкусно получается печеные помидоры прям вообще очень в тему можно добавить еще больше помидор раза в два я говорю я жалею да надо было всю упаковку нам тоже сюда прям разложить печеные прям ешь сок вот этот помидорный печеный очень вкусно и хотел бы отметить тоже молодая морковка вообще в тему ну а мясо оно есть мясо у нас баранья нога провела в очень сложности 3 часа поэтому обалденно ну видно как оно все просто отслаивается от кости вот здесь даже кость можно вот так вот взять достать отсюда вытащить и все вот оно а мясо все останется на тарелке поэтому полностью готово очень вкусно советую ребят кто не пробовал так делать баранину попробуйте очень классно у кого нет гриля думаю дома в духовке будет практически тот же результат очень обалденно ребята кому понравилось видео как всегда ставьте лайки кому не понравилось тоже пальцы вверх ну в принципе все всем пока пока ребят до новых встреч и